Девушки отдыхают За четырьмя самыми базовыми правами, связанными с телом и физической свободой, во всех мирной конвенции идет блок о справедливом правосудии. Это право на справедливый суд, право не быть судимым за то, что не является преступлением, а также презумпция невиновности. Последнее означает, что считать тебя преступником могут только по решению суда. Сам ты не обязан доказывать, что ты не верблюд. А когда вообще люди обращаются в суд? Вот мне юка на ногу наступила. Я за это подам на нее в суд, да? Хе-хе-хе, не совсем так. Люди обращаются в суд, когда речь идет о серьезном конфликте. Например, суд необходим, когда кто-то нарушает закон. И в этом случае разбираться с ним должен не тот, кого он обидел, не главный правитель лично и тем более не толпа разгневанных соседей, а независимая инстанция. Справедливый суд. А справедливый суд – это тот, что вынес решение в мою пользу, или тот, что всегда находит настоящего виновного? Ага. Я все ждал, кто первый спросит, чем измерить справедливость. Тут много критериев. Смотрите. Суд, чтобы считаться справедливым, должен быть… Первое. Независим от правительства. Второе. Сформирован на основании закона. Третье. Доступен, то есть не спрятан в созвездии Козлопаса и не чрезмерно дорог. Четвертое. Открыт для независимых наблюдателей. Пятое. Беспристрастен, не связан с симпатиями к одной из сторон. Шестое. У обвиняемого должен быть защитник, знающий законы и имеющий право его защищать в суде. Седьмое. И, наконец, у человека должна быть возможность обжаловать решение суда. Ого! Серьезно подошли к вопросу? Да, очень серьезно. И это потому, что собственно справедливый и независимый суд и является главным гарантом соблюдения прав человеков. Еще одним важнейшим блоком являются права, защищающие от вторжения в личную или семейную жизнь. Например, никто не имеет права без твоего разрешения читать твои письма или залезать в твой личный компьютер, прослушивать твой телефон, подглядывать в окно и так далее. Более того, человек имеет право знать о том, какую информацию о нем собирают всякие там управления счастья и с какой целью. А если полиция подозревает, что человек преступник и для расследования нужно обыскать его в квартиру? Тоже нельзя. В таком случае полиция должна получить специальное разрешение в суде. А если они самовольно ворвутся к подозреваемому домой, то суд не будет рассматривать доказательства, добытые нелегально. Значит, именно суд защищает наши права? Правильнее сказать, что каждый имеет право защищать свои права в суде. А суд уже вынесет решение. Но в целом, да, это так. А чем тогда отличается обычный суд от всех мирного суда по правам человеков? Смотри, в обычный местный суд человеки обращаются, когда нарушен закон. А в суд по правам человеков ты можешь бежать, если твои права нарушены. А ближайший суд тебя не защитил. Понятно? Субтитры создавал DimaTorzok